В Башкирии Срок эксплуатации каждого 10 лет. Всего за последние 5 лет Башкирия закупила для школьников 775 автобусов, в том числе 124 за счет федерального бюджета. Сегодня автопарк скорой медицинской помощи в Башкирии насчитывает 470 единиц. Их износ составляет около 70%. В ближайшее время регион закупит новые машины экстренной помощи класса В. Глава республики распорядился выделить на это 482 миллиона рублей, что позволит обновить автопарк службы на треть. Прежде всего, автомобили российского производства, изготовленные на базе УАЗ и ГАЗ, отправятся в медицинское учреждение здравоохранения в сельской местности. Как сообщает информационное интернет-издание «Башинформ», несколько районов Башкирии остаются в зоне риска по показателям заболеваемости мышиной лихорадкой. По последним данным регионального Роспотребнадзора, неблагополучная ситуация по геморрагической лихорадке с почечным синдромом сохраняется в Краснокамском, Нуримановском, Бирском и Шамбайском Янаульском районах, а также в городе Октябрьский. В этих районах зарегистрировано превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости. Учитель английского языка Уфимской гимназии номер 39 Эмма Софиулина вошла в число 15 лауреатов конкурса «Учитель года России-2018» и встретилась с Владимиром Путиным. Встреча президента России с лауреатами конкурса педагогического мастерства состоялась в президентской библиотеке в рамках рабочего визита главы государства в Санкт-Петербург. На встрече с лауреатами Владимир Путин поздравил учителей с наградами и назвал работу педагогов важной и благородной миссией. 7 октября 2018 года вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. В частности, в ГИБДД можно приехать с электронным паспортом транспортного средства. Электронный паспорт авто станет обязательным с 1 ноября 2019 года. Также новые правила позволяют регистрировать машину по временному удостоверению личности, которая предоставляется при утере паспорта. Снятые старые номера отныне можно хранить в госавтоинспекции не 180 дней, а целый год.